Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Дорогие мои, мне сегодня хочется с Василием Ивановичем вместе рассказать вам о нашем чуде-луке. Лук под названием exhibition. Выращены не из сивка. Вот вы видите, какие луковицы. Шикарные просто луковицы. Это не сивок, это выращены из семечки, то есть из чернушки. Так что, если вы захотите вырастить вот такой лук за пять копеек, условно говоря, то, пожалуйста, последуйте совету моему и Василию Ивановичу. Я так уговариваю вас в следующем году попробовать на своем участке вырастить из крошечной черненькой семечки вот такую шикарную, просто чудо-луковицу. И Василий Иванович сейчас вам расскажет, как мы это сделали. Так очень просто, дорогие друзья. Для этого нам понадобились семена лука exhibition. Мы призываем с Николаем Петровичем приобретать семена у нас, ну разумеется, потому что это наш канал. Нет, потому что у нас семена со стопроцентной схожестью, потому что у нас семена соответствуют абсолютно сортовым особенностям. Вот из-за чего, из-за того, что мы испытали наш лук, да, семена лука, чернушки, и вырастили вот такой урожай, поэтому мы можем гарантировать, что наши семена и вам принесут такой же точно успех. Садоводы, огородники и цветоводы. Так вот, возвращаемся к луку. Лук exhibition. Мы с Николаем Петровичем, вот на ложечке отметили, 14.03.2017 года посадили на рассаду семена чернушки. В мае месяце с Николаем Петровичем мы высадили рассаду вот на эту грядку и получили 1 сентября вот такой лук. И не надо бояться, Василий Иванович, то, что вот эта рассадка была крошечная, не надо бояться, она живучая, она мощно потом начинает развиваться, и вот многие боятся, ой, какая рассадка чахленькая, дохленькая, ничего страшного. Вспомните, как вы сажаете газон, траву сажайте. Какая былиночка выходит? Крошечная. А потом какой газон? Честно говоря, я сам очень удивился, что возможно в однолетней культуре вырастет такой крупноплодный лук. Я знаю, что эксибишин это очень интересный крупный лук, но всегда я сам его выращивал, конечно же, из сивка. В этом году, в 2017 году, причем был довольно-таки плохой год, был очень дождливо и холодно, лук получился просто прекрасный. Я удивлен и буду высаживать в дальнейшем лук скорее не из сивка, а действительно из чернушки, потому что даже пример приведенный выращенный лук из сивка у нас получился чуть меньше и чуть менее урожайным, чем из чернушки. Значит, что хотел бы сказать про лук эксибишин. Конечно, многие из вас его уже знают. Он характерен крупным плодом и, конечно, это салатный лук. На хранение я бы его не рекомендовал, потому что через 2, ну максимум 3 месяца он испортится. Уж слишком крупные плоды у него. И сочные. И сочные, конечно. Но в любом случае 2 месяца на хранение, заявленные производителем, у вас есть. Очень рекомендую вам выращивать этот лук, потому что он очень вкусный. Я бы не назвал его сильно острым луком. Он больше полуострый лук. Сказать сладкий это неправильно, но полуострый это четко про него. Вкус очень хороший, душистый лук. Ну, кладезь. В общем-то, очень рекомендуем с Николаем Петровичем сажать лук эксибишин. И следуйте нашему совету высаживать его не только луком сивком, но и чернушкой. Все очень просто. Вы берете январь, февраль, март. В марте месяце высаживаете лук на рассаду. И уже через 50-60 дней, уже в мае месяце, вы получаете рассаду, которую можно будет высадить в открытый грунт. То есть, сейте на рассаду, высаживаете в грунт и получаете к первому сентября детей в школу отправить и внуков. А потом бегом за луком собирать, как мы с Николаем Петровичем. И радоваться вот таким урожаем. Так что, вашему вниманию, мы сегодня с Николаем Петровичем провели... Василий Ивановичем. Спасибо. Провели обзор лука репчатого под названием эксибишин. Сажайте, получайте наслаждение, удовольствие от вкуса, от его запаха. Да и вообще, это же замечательное дело, когда есть возможность вырастить самому на своей грядке вот такие луковицы репчатого лука. А с вами были Николай Петрович Фурсов и Василий Иванович Блокин-Мечталин. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч. До свидания. Пока. Субтитры подогнал «Симон»